А сами ордена он в принципе особо-то и не хранил никогда. Ему это было не важно, он отдавал детям поиграть, сказал, что это вот железячка, а то, что память, это все вот остается с вами. Но и память о войне дедушка Алена Морозова ни с кем не делил, оберегал родных. Призван в 43-м, почти брал Берлин, но был переброшен в Японию, вот и все, что известно. А еще штурвался в Красную Армию много раз, пока не дорос до 17 лет. Когда мы рассказываем в школе на классном часу или еще где-то, что мой дед там воевал, ушел в 17 лет, нам, тихо-тихо, Алена прадед. Я говорю, нет, дед, сейчас у меня сестре 15 лет. И у нас повторяется история, а вот мой дед, Полина прадед, нет, дед, просто вы не знаете, что у меня папа самый маленький. У нас бы деду в этом году было уже 93. Его нет уже 30 лет, но в бессмертный пол герой встанет. Алена с дочкой впервые участвуют в акции. А на Алтай она пройдет в седьмой раз. За это время в ее ряды встали десятки тысяч человек. Я думаю, что сейчас просто каждые пять минут звонит телефон. И ты просто понимаешь, что очень много людей собираются принимать участие. Но по количеству, опять же, я не могу вам сказать, мы не гонимся за цифрой. Даже если придет один человек, это все равно будет здорово. Транспарант можно изготовить самим из фанеры или ДВП, а можно заказать в типографии. Вся процедура займет всего 10 минут. Если фотографии вашего участника войны нет, то на транспаранте напишут имя героя и звание. У меня фото есть. Это мой прадед Руденко Василий Петрович. Если нужно, фотографию отретушируют и распечатают. В Барнауле это будет стоить всего 450 рублей. Можно сказать себе стоимость. При этом пользоваться этим транспарантом вы сможете долго. Мы используем монтажную самоклейку. То есть это самоклеящаяся бумага, которая не боится влаги. Когда мы ее наносим, капельки скатываются. И тем самым поверхность не повреждается. Также есть ламинирование. На нашем мемориале славы есть его фамилия. Это ваш прадедушка. Это мой дедушка. Это мой дедушка. До войны работал в нашем вагонном депо. В станции Барнаул призывался оттуда уже в 1944 году. И в 1944 году он ходил. Благодаря им мы живем. В Барнауле три точки сбора участников акции. Это кинотеатр «Россия», академия культуры и искусства на Ленина и пересечение проспекта Ленина и улицы Молодежной. В 10.30 начнется шествие. Участники пройдут традиционный путь и завершат его перед дворцом зрелища спорта. Кстати, и здесь вместо традиционной стены победы организуют акцию «Красная нить история». Здесь будут натянуты нити, куда каждый желающий сможет повесить флажок со словами благодарности тем, кто подарил нам мир. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком.